Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня для вас мод под названием Create. Этот мод превращает обычный Майнкрафт в некое подобие песочницы. Если вы знаете, есть такие игры как Factorio, RimWorld и подобные им. Эти игры сосредоточены на том, чтобы что-то изучать, что-то познавать, крафтить новое. И снова новое, и снова новое, и снова новое, для того, чтобы автоматизировать процессы, автоматизировать жизнедеятельность своей базы. Так вот, мод Create добавляет в Майнкрафт как раз-таки элемент песочницы. А именно, у нас появляются две вот таких вот вкладочки. Здесь у нас строительные блоки. Тут все понятно, тут все нормально. В принципе, почему бы нет? Только немножко отличаются эти строительные блоки от обычных, как минимум, названиями и внешним видом, в частности. То есть, вот так у нас выглядит плиточное стекло. Это стекло, которое при установке у нас превращается в плитку, да, в некое подобие плитки. Блоки орнамента, то есть, в принципе, тоже довольно красиво выглядят. Больше декоративный, нежели строительный блок. Тут тоже все понятно. Вот такая вот колоннада может у вас получиться, если используете вот такой вот стеклянный блок. Ну и еще один подобный блок у нас есть, который имитирует обычные двойные окна. Но это все, ну так сказать, напыление к этому моду, потому что основная часть находится вот здесь. Здесь у нас находится куча просто механизмов, куча всяческих составляющих этих механизмов для того, чтобы автоматизировать процесс строительства, производства, выращивания растений и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, мод очень, очень, очень крутой. И на то, чтобы его описать, у меня не хватит компетенции, как минимум, и времени, как максимум. Потому что на описание всех механизмов, по отдельности и в частности, уйдет очень много времени. Поэтому покажу вам самые прикольные, самые сладкие штучки. По моему, опять же, мнению, которое я здесь нашел, это вот портативные размещатели блоков. Представлены они у нас в четырех вариантах исполнения. Это, кстати, у нас гаечный ключ, который можно использовать как оружие, ну и который также помогает взаимодействовать с инструментами. Так, вот такие вот пистолеты у нас есть, портативные размещатели блоков. Зажимаем shift, нажимаем правую клавишу и можем настраивать, что у нас здесь происходит. То есть, если мы активируем режим замены, то блоки будут заменяться один на другой. Как это работает? Допустим, я левой клавишей, получается, клацаю на снег. Потом навожу на камень, нажимаю правой клавишей и блок у меня меняется. То есть, был камень, а стал блок снега. Вот эта вот плиточка, ну вот тут намного более понятно, как-то все у нас происходит. Вот, с прицелом надо потренироваться, чтобы все у нас было классно и работало именно как надо. Выглядит и действует очень круто. Дальше есть у нас вот такой вот портативный размещатель блоков. Они различаются техническими характеристиками, то есть, количество блоков, радиус действия и так далее. Ну а вот этот Handed, сейчас прочитаю, Handed WordShopper, у него вообще абсолютно другой функционал. Он не переведен на русский. И, если честно, я с ним полностью не смог разобраться. Так, буквально плюс-минус на вскидочку что-то накидал. Вот, как видите, у него огромный радиус действия. Но вот я сейчас сделал, ну, что-то вроде замены блоков, не замены блоков. И он работает как-то странно, как-то выборочно. В общем, как-то так. Вот это вот самые прикольные плюшки, которые вот я только увидел и с которыми мне было очень просто разобраться и показать вам, дабы заинтересовать вас в использовании этого мода. Кстати, вот тоже замечательная вещь. Кулак для дробления земли, для бурения земли. То есть, сейчас я перейду в гейммод Survival и покажу, что он работает довольно-таки неплохо и в Survival. То есть, если в креативе за один клик, как всегда, у нас убирается блок, то тут, конечно, чуть-чуть подольше. Но все-таки автоматически все это дело у нас происходит. Механизмы из этого мода позволят вам, не могут, а позволят вам добывать руды в промышленных масштабах, да. Все это дело складировать сразу в сундуки, не бегать, все это дело не собирать. Этого вам не нужно будет. С помощью этого мода вы сможете строить здание, опять же, быстро, с помощью соответствующего инструмента. Вы сможете создавать схемы и дублировать их, переносить эти схемы на далекие расстояния. При этом, самим никуда не придется двигаться. То есть, если играете с кем-то, ну и так далее, и так далее, и так далее. Мод выглядит очень круто, исполнен очень профессионально. И большое спасибо человеку, который это сделал. Это вот у нас колесо отводной мельницы. Собственно, в воде его и надо испытывать, в воде его и надо использовать. Заходите по ссылочке в описании и скачивайте мод. И я уверен, вы не пожалеете, использовав его. Или это вообще шестерня? Видимо, я что-то недопонял. Ладно, также пишите в комментариях, удалось ли вам полностью использовать весь функционал. этого мода, каких успехов вы добились и так далее, и так далее, и так далее. А у меня на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик. Ставьте свой лайк и пишите комментарии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok